Братан, все ВП смотрят. А шо там смотреть? ВП ХР, типа очевидные 2-0 за ВП. То есть, знаешь, было... Вот, вот у меня вот настоящие бойцы, ебать. А там, там ерунда. Ну, типа, там нету, знаешь, нету такого матча, который интересно было бы смотреть. Ну, антимагов первой точно не хочу. Давайте Фантомасом заедем. Фантомасом заедем в первой игре. Что? О, вот и команда. Какие нахуй Виртуспро, блядь? Какие нахуй Виртуспро, когда тут вот они, блядь? Это Сларк. Мужской гинеколог и гинеколог. То есть, собственно, что я имею в виду? Мне кажется, вот эти два дебила в пати, но у меня два гинеколога, нахуй, в команде, понимаешь? И один из них болен чем-то. Он там крякает, хуякает, чмякает, блядь. Я не знаю, и самое печальное, что это мой керри, как бы. И он уже вкачал Essence Shift и как бы... Он еще и певец, ебать. Что-таки молчаливый, вы попиздим. А ты откуда вообще такой дерзкий-то? С долгопрудного. Ой, бать, я тоже, слышишь? Ха, что погнали, потусим за школой. Ха, давай, ебать, а что, давай, выходи, я уже жду. Да все, я уже иду, заебал. Ты че, ты под чем, скажи честно? Пиво или че покрепче? Я? Не-не, я не наркоман, ты что, дурак? Ну, алкоголь принимал сегодня, употреблял. Плосос. Блядь, ну и игра намечается. Подожди, а кто у меня на миде стоит? Я ж не думаю, что на миде будет стоять ВР-ка третьим пиком. Мне кажется, либо Дровка придет... Не, Бристалбек в Харде, блядь, ВР-ка третьим пиком на миде нарисовывается. То есть, я не думаю, что Бристалмид почему-то. Ну, как может Бристалмид лоу? Ну, тут как бы стики надо, наверное, брать. Я, конечно, не эксперт, но против Бристалбека без стиков стоять это признак дурака. Я думаю, против Бристалма надо брать Блинк, чтобы, если что, Блинкануться на крипов куда-то подальше и свалить от него. Фиг-блак! Эппл Кейкфри, это новый анонсер, блядь, от долбоебуса. Вообще, я бы на его месте тоже бы стики купил, потому что против Фантомки стики тоже не ошибка. А, он купил стики, он не дурак. Давай попробуем это. Не, он, походу дебил. Ну, ладно, нет. Повезло ему чуть-чуть. У меня, кстати, пиписька. 12 сантиметров. Нормально? 12, нормально уже? Знаете, много 12, да? Ну, это мой тиммейт, блядь, а что вы хотели? Я же не знал, что так можно. Извините, но вы в Мерли, товарищ Бристалбек. Вы немножечко в Мерли. Берем Блайдстоун, потому что у Бристалбека не так много армора. У него, как бы, да, есть спина, но с армором у него, именно со своим родным, такие себе проблемы. То есть, без фейзов его можно пробивать. Можем себе позволить сейчас с ним подраться. У нас 9 стиков есть. Короче, сейчас мы его чуть разомнем. Если критонем, то убьем. Ну, критонем не в спину. Разобрал веру на нашу. Спину критовать не так приятно. Он брейсер купил. Не знаю, против фантомки брейсер покупать, это не самая лучшая затея. Манны, братан, вообще. Привет, Бристалбек! Привет, ебать! Ну, а что он думал? Жопу вкачал и все. Да не, у него просто спина в единицу. Он ошибся. То есть, ему не надо было вообще вот эту хуйню качать первый скил. То есть, я сам просто относительно... Ну, я немало раз стоял Бристалом на миде против фантомки. И, типа, против нее первый скилл на Бристле смысла вообще нет брать. Потому что фантомке есть блинк, и она от тебя, ну, типа, если она захочет съебаться, она от тебя съебется. Это факт. Поэтому берется второй-третий. Ну, как бы, в замакшивание второй, но спина, как бы, качается тоже в макс после второго скилла. А так он, типа, спину в один оставил, и я особо чувствую его жир. То есть, у него жопа слабенькая, понимаете? Несем ПТ-ху. То есть, нам что нужно? ПТ-хов, ласка и сентривард, чтобы его абсервер снять. Хороший. Плюс бабло. Ну, типа, сейчас, когда он берет левел, стоять с ним уже тяжело. Потому что он непробиваемый, и он уже колючками дамажит. Вот с океан Херс можно, конечно, но все равно. Против Бресла ты не можешь стоять на воде. Он будет спамить. Занято. Извините, Пуджи. Пуджи, Рудге. Ну, я БФ сделаю. Я поиграю в Рохла Доту. Вообще, если играть серьезно, естественно, то БФ нам не нужен. То мы просто сейчас делаем дезолятор и начинаем всех убивать. Но здесь можно. О, нихуя себе. Это либо байт, либо я хуйню понимаю. О, да, это байт. Блин, а какая мне шмотка? Мне, короче, Пурман Шилд идеально. Вот на Фантомку Пурман Шилд. Либо, это, не плах. Ну, талон, типа, ну, блять, талон, да, но на хон. Хотя, блять, можно было его поюзать даже, я не знаю. Ну, типа, знаете, талон же сейчас... Я вот тоже забываю постоянно про последний патч, когда талон на Эншентов может юзаться. Профит, профит. Смотри. Ебать, да? То есть, сколько я времени сэкономил. Вообще кайф. Два к броне, скорость атаки. Пять ко всем атрибутам, блять. Я не могу определиться, что мне лучше. Но пять ко всем атрибутам тоже пять к скорости атаки дают, получается. А, у меня вижен исчез на крипов, понимаю. Жируха, отъебись. Отъебитесь, блять. Хейтеры ебаные. Ну, я за башню, вы же понимаете. Я не могу эту башню оставить. Блин, аквила нужна. Аквила вам брейтс, вот, два лучших айтема. Но если убирать, то аквила лучше вам брейтса. Ну или вам брейтс, похуй. Абэн, дай шо-нибудь уже. Сколько у нас тир-два шмоток? Три. Остался последний шанс. Да, с тир-два шмотом не проперло, конечно. Вообще, тир-два шмотки на меня. Ну, одна только есть, но она у Сларка. Ну, фуджа мы, по идее, как булку должны будем разрезать. Он очень тонкий. А, Сларк, давайте подойдешь, поможешь. А? Двоеточный. Вот и весь Сокрет. Вот и весь Сокрет, пацаны. То есть, ты покупаешь Сокрет, вот против Фантомки на Бристалбеке нужно сначала либо БМ купить, либо как-то уплотниться, может быть, вангвард. Потому что тебя Фантомка будет убивать просто по КД с этим Сокретом. Годровку, 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 годровку. Бабку тоже. Хорошо. Я его убил, а он Радик купил. Помните, я вчера говорил? Ты врага убиваешь, а он шмотки покупает после смерти. Как они это делают? Вот, например, когда меня убивают, я не могу себе шмотки купить. Я сейчас с Аджором, брат. Как оно, жопа не трещит? Блядь, Петлор, ну ты чучела, блядь. Вот я стоял так ждал. Вот надо было по нему попереть. Жопа не трещит? Чего, чтобы я подставился? Вот теперь можно... И нажми ульт, вытащи пацанов. Чего ты бегаешь, слышь, нахуй? Господи, чё за даун там играет, но... Как рано по этой книжке скупаешь с 19-го, блядь. 25-й нужно. Пиздец, да. Знаешь, конечно, у нас есть, что мы играем, а диндер улучшишь. Даже с 25-го. Привет, я с тобой потерял донатную девственность, если ты понимаешь, о чём я. Блядь, Пастил, братья удал. Удачи, братик. Блядь, да мне похуй на тебя, блядь. Слушай, какая ты антачка, предокварчивая трансляция. Если против, не буду ставить. Да не против. Если не гачи пчёлки, то нормально. Смотри, хоть клуб, бесконечно малая, хоть... Ну, а меня не подпоминал. Ты мне опять со своими... Часто погони его. Это твое распределение. Вот, мне не надо. Да. Блядь, дерёмся, дерёмся. С моим, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старец, бессмертный. Или там уже почти бессмертный. Который на этой планете от её самого зарождения. Ещё когда только солнце только-только сформировалось. Ру! Да, ещё догоним. Нет, он не догоним. Вот, после врыва. Чтоб на лучших яхтах, на самолётах летал и кончал прямо с иллюминатора. И всё, что только можешь к голову прийти и не прийти, если... Мало идей... Хорошо, кем ты там пеешься, тебя, блядь? Так надо планов фонтамнуть. Да, я всё, я иду, как глубокий старец, узривший вечное... Блядь, я что-то умрёшь, нахуй, ты бидор. Сам стал богоподобен и устремлён в это бесконечное, и который у миротворения в обои, гармонии, благодати в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлечённый во всё и во вся, понимаешь? Вот и всё. В этом наша разница. А, там всё есть. Я иду улюбоваться мир отданием, а ты идёшь какой-то преисполняться в гранях каких-то. Вот и вся разница, понимаешь? Ты не зришь, это вечное, бесконечное. Оно тебе не нужно. Но зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел, толпящий муравей, который вот очень активно в своём, в своей стезе. Вот и всё. Поэтому давай, наши пути здесь, так сказать, имеют, конечно, грани подобия, потому что всё едино, но... Ты меня, я так я прекрасно понимаю, а вот ты вряд ли, потому что, как бы, я, ты, и как бы, я тебя в себе содержу. Всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку от того, что есть во мне, понимаешь? Вот и всё. Поэтому давай, ступай, езжай, а я пошёл наслаждаться, нахуй, блядь, прекрасным темным закатом, блядь, на берегу тёплой, пустой реки. Всё, пиздуй, борозду, и я попиздил, нахуй. Естественно. Конечно, меня выкидет. Кого он ещё? Ужих сам он убьёт. А, так я... ...рэмпэйдж могу сделать, типа. Та похуй, я за рампагу, блядь. Готов и вдох. Блядь, я с Тир-1 шмоткой хожу на 28-й минуте. О! Кто пчёлок уважает, кто к ним не пристанет жаля... Привет, стрелец, дорогуша. Раз все сегодня адекватные, буду сам наоборот. Приятных каток, здоровья и терпения. Почему это так работает? Почему это работает так? Когда все адекватные, то некоторые адекватные становятся неадекватными. Почему на стриме всегда должна быть неадекватность, блядь? Почему нельзя быть всем адекватными всегда? Не, ну, Бристалбэк через Радик против Фантомки не работает особо. Ну, то есть, либо нужны промежуточные айтемы, там, Алибарда, там, Блэйд Мэйл. Вот, но... Просто делать Фейзы Радик против Фантомки смысла нету. Типа, тебя Фантомка будет просто скрита убивать.